Вставлена труба и напрямую подведена подача воды отопления, не через счетчик, который определял температуру, и за что мы платили, собственно говоря. Теперь температура может быть любой, а оплата будет очень-очень даже солидной. Объявление о том, что жильцы многоэтажки по улице Роганской за тепло теперь будут платить не по счетчику, а согласно общим нормам потребления, появилось на одном из подъездов дома в середине октября. Жители утверждают, что тепловые счетчики были сняты еще летом. Снять этот счетчик проблемы, конечно, не представляет, но он никому не нужен. В принципе, никуда его применить нельзя. И вот в начале августа или даже, может быть, в начале лета была информация, я уже знал от сантехников, что его украли. И только вот сейчас, когда уже наступает отопительный сезон, повесили вот это, поставили перед фактом. Никто не заботился, никто ничего. Жильцы уверяют, с тепловыми счетчиками можно было регулировать объем тепла и температуру нагрева, поэтому платили значительно меньше. Теперь же цена, начисленная согласно новой процедуре, значительно ударит по их семейным бюджетам. Кроме того, харьковчане уверены, о новых правилах оплаты их должны были предупредить задолго до начала отопительного сезона, чего, по их словам, не сделал ни жилком сервис, ни харьковские тепловые сети. Мы уже, так сказать, подсчитали убытки свои, да, существенная разница процентов 30 свежее того, что мы платили раньше. Это дополнительно 200-300 в месяц идет. Что неприятное, что нас поставили перед фактом. Перед фактом того, что, ну а кто нес ответственность за это все. Мы должны, наверное, оплачивать как-то по среднему, то, что было по показаниям прошлого года. Или еще даже выход. У нас есть в двух подъездах счетчики. Ну как будет, что? Там меньше израсходуем, а мы больше. То есть можно какой-то выход найти. Как утверждают на участке жилком сервиса, отвечающем за этот дом, счетчики были украдены. И по факту хищения оборудования они якобы подали заявление в милицию. Однако новостям ОТН в пресс-службе областного управления МВД ответили, что никаких заявлений в Родженикидзевский райотдел по этому дому не поступало. Жильцы, в свою очередь, требуют от коммунальных служб поставить новые счетчики, поскольку оплата за тепло теперь для них внушительная. А собрать на новый счетчик около 5000 гривен тоже проблематично. В пресс-службе харьковских тепловых сетей новостям ОТН сообщили, они знают о проблеме этого дома и неоднократно общались с жильцами. Здесь утверждают, новые счетчики готовы установить хоть завтра, но при условии, что они сами купят оборудование. А вот бесплатно поставить счетчики могут только после того, как жильцы подадут официальное заявление. Да и бюджетных денег все равно пока нет, поэтому сколько жителям нужно будет ждать, неизвестно. О том же говорят и в ЖЭКе, отвечающем за дом. Денег на данный момент из городского бюджета не выделяли. Поэтому точную дату, когда в подъезде поставят тепловые счетчики, тоже назвать не могут. Лариса Говина, Владимир Борох, Агентство телевидения новости.